Прогноз динамики спроса на нефть в текущем году остался без изменений. Эксперты организации стран экспортеров нефти ожидают, что закупки нефти в мире составят 102 миллиона 110 тысяч баррелей в сутки. Это на 2 миллиона 460 тысяч баррелей больше прошлогоднего показателя. Однако при этом спрос на сырье в странах организации экономического сотрудничества и развития, где потребляют почти 45% от мирового объема, вырастет на 70 тысяч баррелей в сутки. Попутно наблюдается снижение коммерческих запасов нефти в ОСР. Стратегия ОПЕК будет складываться из соображения о необходимости быстрой реакции на возрастающий спрос. То есть если сейчас в зимний период автомобильный сезон закончен и объем потребления в мире снизился, именно поэтому ОПЕК Плюс скорректировал свою добычу и с нового года сокращает физический объем производства. Где-то на 0,2 миллиона баррелей в сутки, то как только весной начнется рост потребления и новый автомобильный сезон, именно ОПЕК Плюс, по всей видимости, хочет скорректировать добычу вверх для того, чтобы удовлетворить дополнительный спрос. Чтобы не отдавать его конкурентам странам, которые не входят в ОПЕК Плюс, прежде всего Соединенным Штатам. И, наверное, именно эта стратегия обсуждалась во время визита Владимира Путина в Саудскую Аравию и объемы Арабской Эмираты. По данным ежемесячного отчета ОПЕК, в будущем году сильный экономический рост в мире подтолкнет потребление нефти, которое достигнет 104 миллионов 300 тысяч баррелей в день. По Азербайджану прогноз ОПЕК на 2023 год немного снижен, до 700 тысяч баррелей в день. На будущий год добыча нефти и других жидких углеводородов сохранится на том же уровне, как и ожидалось ранее. Отметим, что это примерно на 13 тысяч баррелей опережает предыдущий прогноз. Что же касается в целом стран, не входящих в ОПЕК, то в текущем году их добыча увеличится на 1 миллион 800 тысяч баррелей в сутки, до 67 миллионов 600 тысяч баррелей. Основу роста обеспечат страны Южной Америки. В 2024 году ожидается рост потребления и это должно подстегнуть цены на нефть вверх. Но тот самый рост, скорее всего, начнется только весной, когда будет восстанавливаться спрос после зимы. Начнется новый автомобильный сезон во всем северном полушарии. Поэтому сейчас, скорее всего, мы будем видеть определенную стабильность и сохранение цен на относительно низком уровне. В коридоре где-то 70-75 долларов за баррель и, может быть, небольшие даже падения ниже 70. То есть, такая довольно депрессивная ситуация. А дальше где-то с марта-апреля стоит ожидать повышения и спроса, и, соответственно, цены. Продолжение следует...